Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Передо мной находится устройство Nubia Red Magic 5s и сейчас я покажу вам как настроить клавиатуру на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки, далее проходим вниз, выбираем дополнительные параметры, выбираем языковод, выбираем экранная клавиатура и нашу клавиатуру Gboard. Итак, начинаем с языков, здесь мы можем добавить клавиатуру, например, если вам какая-либо нужна, но я в нашем случае хочу удалить, потому что у нас так слишком много языков добавлено. Нажимаем на карандашик, выбираем то, что мы хотим удалить. Я удаляю испанские и польские, потому что они мне не нужны. Далее нажимаем настройки и здесь мы уже настраиваем нашу клавиатуру, клавиши, мы можем добавить ряд цифр, сверху будут над буковками у нас циферки, можем не добавлять, я не буду, потому что мне не нравится, мы можем либо выбрать показывать переключатель emoji, либо переключатель языков. Вот, но я предпочитаю языков, потому что так удобнее. Мы можем также установить emoji на клавиатуре символов, вот, можем этого не делать. Следующее мы настраиваем уже макет нашей клавиатуры, здесь мы можем, например, включить управление одной рукой, то есть она будет, клавиатура станет поменьше и будет перенесена либо в правую сторону, либо в левую, в зависимости от того, что вы выберете. Мы можем настроить высоту клавиатуры, мы можем включить подсказку со стикерами, то есть при выборе emoji нам будут подсказываться стикеры. Мы можем также включить панель быстрого доступа к emoji, на клавиатуре можем этого не делать. Я этого не буду делать. Далее мы можем настроить звук при нажатии клавиш, можем его включить и настроить его громкость. Мы можем включить или выключить также виброотклик на нажатие клавиш и настроить силу вибрации. Дальше мы можем включить увеличение при нажатии, то есть когда мы будем нажимать на какую-то клавишу, какую-то буковку, она у нас будет увеличиваться. Следующее мы можем настроить долгое нажатие равно символы, то есть если мы включаем эту функцию, нажимая на какую-нибудь букву, мы будем видеть какой символ там скрывается следующее это у нас длительность долгого нажатия мы можем ее увеличить мы можем уменьшить так дальше исправление нет тема и здесь мы можем выбрать любую тему которая нам предлагается любой цвет либо можем нажать на плюсик и добавить из галереи уже какую-либо картинку например дальше это у нас исправление текста здесь у нас здесь мы также можем настроить подсказку строки под мой показывать строку подсказок и предлагать пит Hermann года подсказывать слова на основе предыдущих слов можем включить фильтр нецензурных слов также можем включить чтобы нам подсказывались эмоти приводе и далее также подходящие стикеры во время воды можем контакты например чтобы нам предлагались включить можно включить или выключить т9 и также если у нас включен т эметь можем сделать так, чтобы клавиша удаления отменяла автозамену после исправления. И можем также включить, например, чтобы ставился пробел после знаков припинания, но в нашем случае это будет работать только при вводе на английском, поэтому включать мы этого не будем. Следующее, это у нас заглавный автоматически, можно установить, можно нет. Я не люблю, например, заглавный автоматически, можно точки автоматически, то есть после двойного нажатия пробела у нас будет ставиться точка. И также проверку правописания можно включить, то есть нам будут подчеркивать красным наши грамматические ошибки во время ввода. Следующее, это у нас непрерывный ввод, здесь мы можем его включить или выключить, если он у вас включен, вы также можете включить или выключить, например, линию. Я вообще его отключу, потому что для меня это неудобно. Мы можем включить удаление жестом, то есть если мы от кнопочки удаления будем проводить влево, то наши слова будут стираться. И также мы можем включить управление курсором. Что это значит? Это значит, что когда мы будем проводить пальцем по пробелу, мы будем управлять курсором, например, по нашим словам вводить, и так будет легче исправить какую-нибудь ошибку, допустим. Далее голосовой ввод, мы его можем здесь либо включить, либо выключить. И следующее, это буфер обмена. Здесь мы можем настроить, что у нас будет показываться на панели с подсказками, и что будет сохраняться в буфере обмена. Вот здесь также есть словарь. Сюда мы можем добавить какие-либо слова. Да и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!